То ли комедия, то ли фарс. Таковы будни одного из аграрных предприятий Херсонской области. Секьюрити в кроссовках и балаклавах появились здесь не так давно, но потешают и сотрудников завода, и настоящих охранников. Кто привел отряд в спортивках и что это за люди, выясняли наши корреспонденты. Судебный тяжбы с бывшим собственником предприятия по переработке сои, который находится в Херсонской области, длятся уже несколько лет. Тогда завод перешел во владение другой компании из-за крупных долгов перед банком, которые бывшие владельцы долгое время не могли погасить. На днях сюда прибыла группа прокуроров ГПУ из Киева под руководством прокурора следственного управления генпрокуратуры Александра Буковчанникова. После осмотра завода он вынес постановление, что на время досудебного следствия охранять предприятие будет другая организация, которая в 2011 году объявлена банкротом. Затем на территорию компании зашли несколько десятков неизвестных, одеты странно, в растянутых спортивных штанах, кроссовках, балаклавах и с палками в руках. Смяло нашу охрану и как бы урвались на территорию, сразу же на ворота повесили свои замки с цепями, взяли под контроль. Представители прокуратуры были здесь? В это время они все это видели? Ну он быстренько сел в машину и ехал, чтобы не видеть, скорее всего, мне так показалось. Представители соевого завода мешать действиям прокуроров не стали. К тому же на территории предприятия находится и госохрана. Под их наблюдением завод продолжает работать без перебоев. На технологию и своевременные поставки сои горе охранники не влияют. Только шатаются возле пропускного пункта, ведут себя странно. Но как оказалось, неизвестные в балаклавах по договору на предприятии должны не осуществлять охрану, а убирать снег. Как мне пояснил представитель их, они работают по трудовому договору. Как уборщики снега? Ну естественно, да. Вас не смущает, что они ходят в балаклавах с палками? Естественно смущает, смущает, конечно. Вы как-то отреагировали? Ну естественно, ведем переговоры. На самом заводе ситуацию называют абсурдной. Утверждают, судебные разбирательства продолжаются, но никаких решений суды еще не вынесли. До вчерашнего дня у нас не было информации, что каким-то чином в реестре, в державном реестре регистратор Днепропетровской области заявил, что каховка «Промагро» имеет 8% майнового комплекса этого предприятия. Больше ситуации пытаемся узнать у самих горе охранников. Часть из них прячется от камеры, остальные отвечать на вопросы отказываются. А чего вы не общаетесь? Не считаю нужным. На каком основании вы здесь находите, кого представляете? После нескольких вопросов неизвестные начинают вести себя неадекватно. В съемочную группу летит несколько ледышек. Нецензурная лексика, угрозы. Чтобы разобраться в ситуации, вызываем наряд полиции. Меня зовут Александр Васильченко, я корреспондент телеканала «Интер». Через полчаса приезжают правоохранители. В это время якобы охрана прячется в автобусе. Вместо того, чтобы выяснить личности неизвестных, полицейский объясняет, на завод попасть не получится, частная территория. Мы обратимся к генеральному прокурору Юрию Луценко с официальным запросом, чтобы выяснить, на каком основании прокурор Александр Буковчаник дал распоряжение неизвестным людям сомнительной внешности охранять завод. Мы будем продолжать следить за развитием ситуации. Александр Васильченко, Василий Миновчаков. Подробности специально из Херсонской области.